Привет, Новые Уренгои! В студии с вами я, Света Данилова и команда Сигме. Мы подготовили для вас очередной обзор событий города и округа. Давайте смотреть. 10 сентября в Новом Уренгое состоятся выборы главы Тюменской области. На второй срок переизбирается действующий губернатор Александр Мор. Его конкуренты Иван Левченко, Денис Садовников и Владимир Пискайкин. Все 38 избирательных участков газовой столицы начнут работать с 8 часов утра. Чтобы проголосовать на дому, необходимо до 10 сентября подать заявление в участковую избирательную комиссию или через портал госуслуги. Чтобы проголосовать, находясь за пределами Нового Уренгоя, заявление нужно успеть подать еще раньше, до 6 сентября. 400 Нового Уренгоя уже сообщили о смене участка для голосования в пределах Тюменской матрешки. У нас же голосования электронного и дистанционного не будет только на избирательном участке, только один день 10 сентября и только при помощи бумажного бюллетеня. На каждом избирательном участке у нас будут предусмотрены какие-то развлекательные мероприятия и для детей, и для семей. Будут обустроены фотозоны, будут работать различные точки питания. Для того, чтобы люди могли этот день воскресный провести интересно. 10 сентября депутаты ЗАГСобрания ЯНАО тайным голосованием выберут нового главу Ямала. Президент России внес на рассмотрение три кандидатуры. Это Дмитрий Артюхов, Александр Голубенко и Максим Лазарев. Приобретать билеты по Ямальской Стоповер программе станет намного проще. Подробнее в новостях короткой строкой. В округе начался дополнительный отбор партнеров проекта «Ямальское долголетие». До конца года организации предприниматели и самозанятые могут получить грант до 500 тысяч рублей. Субсидию предоставят за оказание бесплатных образовательных, физкультурных, оздоровительных и культурных услуг старшему поколению. Дополнительный отбор продлится до 28 сентября. Сейчас у проекта «Ямальское долголетие» 50 партнеров. Ямальские строители с опережением графика восстанавливают в Волновахе дом пионеров. Его преобразуют в современный молодежный центр. Здесь появится трансформируемая сцена, художественные швейные мастерские, танцевальный зал, детская игровая зона, медиа-студия, студия звукозаписи и киберпространство. Отдельное помещение выделят для патриотического центра. Фактически молодежный центр будет работать в формате арт-резиденции. Билеты по стоповер-программе на «Ямал» хотят продавать через популярный поисковик «Авиасейлз». Об этом «Северпрессу» рассказали в агентстве по развитию регионального туризма. Открывали это направление с двумя маршрутами, сейчас их 13. Пока билеты по уникальной программе продаются только на платформе авиакомпании «Ямал». Агентство работает над тем, чтобы выйти на партнерство с «Авиасейлом». Тогда ямальские билеты по стоповерам будут автоматически отображаться в подборке предложений. В Новом Уренгое строят самую большую школу искусства в Янау. На площадке уже забито более сотни свай. Всего их будет 1300. Здание сложной архитектурной формы сделает школу уникальной по планировке и внешнему виду. Рассчитана она на два уровня подготовки – подготовительный и предпрофессиональный. На первом этаже будут дошколята, на втором разместят творческие мастерские и классы. На третьем и четвертом этажах сделают классы песочной анимации, компьютерной аудитории и студии живописи. В школе будут учиться дети от одного года до 18 лет. Для малышей создадут отдельные аудитории для занятий с родителями. Новая школа искусств строится, а воспитавшая уже сотни музыкантов закрывается на ремонт. Детская школа искусств имени Рахманинова на пороге больших перемен. Ее ждет масштабная реконструкция. Ученики на время перейдут в другое здание в северной части города. Из-за переезда в сентябре учащихся со вторых по восьмой классы будут заниматься дистанционно. Первоклассники и воспитанники платных групп приступят к урокам позднее остальных. Но сразу очно. Преподаватели и кураторы групп свяжутся со всеми и проинформируют. И еще о переделках. В Новом Уренгое продолжается реновация школ, которые были построены в 80-х-2000-х годах. Программу запустили по инициативе Дмитрия Артюхова. Всего в округе планируют обновить 58 зданий. О новоуренгойских школах, которые попали в проект губернатора, расскажем в следующем сюжете. Школа готова? К первому сентября? Да. Школа готова. По благоустройству это, я понимаю, временное решение сейчас. Контракт у нас отторгован. Но в этот период мы что успеем сделать? Особо немного, да? До первого? Ну, нет, вообще в 23-м году. Смотрите, я думаю, что в ту сторону с асфальтом можно сделать. Успеешь, да? Да. Благоустройство территории седьмой школы продолжается. Контракт с подрядчиком рассчитан на два года. Проект предполагает футбольную и баскетбольную площадки, зону воркаута, полосу препятствий для юношей и даже теплицу. Сейчас почти готов фасад школы. Работы впереди еще много. Третий этаж у нас был отремонтирован, значит, в июне месяце начинались работы и закончились они у нас в конце октября. Сегодня это, если вы пройдете, посмотрите, это современные такие пространства для детей. Вот третьего этажа. И, конечно, дети очень ждут ремонта второго и первого этажей. Про гимназии и центр детства в этом году исполняется 35 лет. Школа популярна у горожан. Места на зачисление детей здесь обычно разлетаются за пару минут. Формат работы с 7 утра до 7 часов вечера. Педагоги, дети и родители мечтают о современном ремонте. У властей реновация этого здания и территории теперь на карандаше. Дмитрий Андреевич, посетив наше учреждение и встретившись с родителем, которые не попали к нам в первый класс, о таких желающих очень много, обратил внимание на наше учреждение и было дано поручение о реновации про гимназии и центра детства. У нас даже дети рисовали проекты, как они видят школу будущего, свою про гимназию. Поэтому я думаю, что мы в кратчайшие сроки этот проект появится, а там дальше, ну, наверное, дело строителей. Первую школу также ждет обновление. В этом году подрядчик возьмется за фасад. Строиматериалы завезут уже на следующей неделе. Отреставрировать обещают и внутренние помещения. Также заменят окна, двери, инженерные сети и вентиляцию. Школа будет обновленной, школа будет красивой, но нужно немножко потерпеть и всем понимать, что главное, это, конечно, образовательный процесс. Все три новоуренгойские школы готовы принять детей с 1 сентября. Заниматься ремонтом подрядчики будут на каникулах, выходных и летом. Татьяна Забродина, Евгений Шевченко, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Аптечки для оказания первой помощи, манекены, смотровые кушетки, обучающие наборы поступили в больницы округа. На Ямале действует проект «Умею, действую, спасаю», где всех желающих учат оказывать первую медицинскую помощь, оценивать состояние пострадавшего, останавливать кровотечение, проводить сердечно-легочную реанимацию. Первые курсы в 2022 году провели медики скорой помощи в Ноябрьском. Тогда слушателями стали более полутора тысяч учителей, воспитателей, соцработников и волонтеров. В этом году обучение прошли уже почти 900 человек. До конца года во всех муниципалитетах Янау инструкторы проведут 150 занятий. Записаться на курсы можно в больнице вашего города. Сейчас короткий перерыв на рекламу. Не уходите далеко. Мы скоро продолжим. Меня зовут Попова Инна Кузьминична. Я врач-невролог, рефлексотерапевт. ТЭС – это великолепный эффективный метод лечения болевых синдромов, патологии позвоночника, мышечно-связочного аппарата. И при патологии суставов в болевую зону вводится рефлексотерапевтическая тонкая игла, и к ней подключается аппарат. Если кто-то боится именно укола, это всё сильно преувеличено. Достаточно пациентов, которые приходят и повторяют эти курсы, потому что та боль, которую они испытывают, она более мучительна, более серьёзная, чем та лёгкая боль или даже дискомфорт при введении иглы. Газпром «Добыча уренгой» продолжает реализацию социального проекта «Будущее вместе». «Старт в профессию» – это поддержка подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации без родителей. Предприятие помогает в выборе профессии, обучении и трудоустройстве. А сейчас участникам проекта помогают в обустройстве нового жилья. «Будущее вместе» – «Старт в профессию» – социальный проект «Газпром «Добыча уренгой». Его главная цель – помощь в выборе профессии, обучении и трудоустройстве подростков, которым нужна поддержка. Участники программы – молодые люди от 14 до 18 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации без родителей. У каждого участника проекта своя история и к каждому индивидуальный подход. Для определения профессиональных приоритетов, навыков, целей и желаний проводятся собеседования, психологические тесты и тренинги. Каждого участника проекта ждет новый, интересный и увлекательный путь в будущее. Ребятам выпал шанс получить образование и в дальнейшем стабильную работу в крупной козодобывающей компании. Екатерина и Валерия – участницы социального проекта. Оставшись без попечения родителей, свое первое жилье они получили от округа по достижении 18 лет. В новый дом по адресу Арктическая, 31, девушки заселились совсем недавно. Обустройство квартиры – дело непростое. И в этом вопросе газодобывающее предприятие тоже не осталось в стороне. Подметили для себя, что им необходимо помочь. Бытовой техникой первой необходимости, поэтому сегодня мы приехали и ребятам привезли две стиральные машины и холодильник. Мы ребятам вручили, поздравили с началом их новой, так скажем, самостоятельной жизни в новых квартирах. Я являюсь участником программы «Газпром. Будущее вместе», за что премного благодарна, что я имею такую возможность. Хочу отдельно поблагодарить вас за бытовые покупки, которые мне предоставили. Девушки знают, что в любой ситуации могут обратиться за помощью к своим кураторам по проекту – работникам «Газпром. Добыча Уренгой». Как, например, сегодня стиральную машину для Валерии получает ее куратор. Сама девушка находится на работе. Поскольку моя подопечная сегодня отсутствует по причине того, что она на работе, куратор, как всегда, готова прийти на помощь. Вот пришла, получила стиральную машину, я из-за нее. Спасибо «Газпрому». Впереди у девушек еще много работы по обустройству новых квартир и в целом своей новой жизни. А главная задача сейчас – получить образование, чтобы осуществить мечту стать сотрудником газодобывающего предприятия. В данный момент я обучаюсь на третьем курсе по профессии сваршек ручной и частично механизированной сварки. Обучаюсь на третьем курсе после окончания учебы, планирую прийти и работать в УВП «Газпром». Старт дан. Вместе с проектом «Будущее вместе. Старт в профессию». Медиапроект «Первый уренгуйский» специально для НУР-24. Продолжается большой сезон охоты. На разные виды птиц и животных определены свои сроки. Напомню, с 1 августа можно ходить на бурого медведя. 19 августа открылась охота на буровую дичь, 25-го – на водоплавающую. При этом до 1 августа 2024 года действует мораторий на добычу дикого северного оленя. На Ямале сейчас зарегистрировано почти 40 тысяч охотников. Охотничий билет, госпошлина и разрешение. Все, что нужно для добычи так называемых нелимитированных видов – мелкую дичь. А чтобы стрелять медведя и лося, требуется поучаствовать в распределении квот. Желающих пойти на охоту на данные виды значительно больше, чем самого ресурсов можно изъять из среды обитания. Для этих целей проводится вот эта процедура. Мы заблаговременно в апреле месяце собираем заявки от всех желающих охотников. И уже непосредственно после утверждения квоты лимитов губернатором автономного округа мы проводим жеребьевку через специализированное оборудование. Программа рандомно выбирает тех, кому достанется квота. На предстоящий сезон охоты 2023-2024 выдано 196 разрешений на добычу бурого медведя и около 400 на добычу лося. Выдача разрешений продолжается. Документальное кино на Ямале есть. Игровое направление киноискусства отсутствует. Это решил исправить режиссер Рустам Халиков. Он работает над сериалом «То мач». История про двух деревенских неудачников, которые обретают сверхспособности, выпив украденной из военной корпорации «Реагент». Дальше герои удирают от ФСБ и криминальных боссов и случайно выясняют истинное предназначение «Реагента». В производстве работы были задействованы и профессиональные актеры, и обычные жители. Первые две серии уже отсняты в Салихарде. Сейчас работают на третьей серии в другой локации. В канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности в акционерном обществе «Сибирская нефтегазовая компания», которая входит в периметр Роснефти, чествовали передовиков производства. Торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику, состоялось в ГДК «Октябрь». Что стало самым главным подарком для газдобытчиков, узнаете в репортаже. Команда профессионалов – залог устойчивого развития. Именно так считают «Сибирская нефтегаза». А потому в канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности на предприятии всегда чествуют передовиков и вручают им заслуженные награды. В этом году благодарственные письма и почетные грамоты разных уровней получили более ста специалистов «Сибирская нефтегаза». Это инженеры, водители, слесари, электромонтеры, операторы, руководители. Среди награжденных и Владимир Симонов. Он посвятил предприятию более 15 лет. Передовик отмечен благодарностью Министерства энергетики России. Для меня это было сюрпризом. Не ожидал. Позвонили за месяц и пять до вручения. Ну, я был впечатлен, и я этого не ожидал. Несколько сотрудников предприятия награждены благодарностями компании «Роснефть». Ирина Карболина работает в «Сибирской нефтегазе» 2014 год. Читает, что успешный исход любого начинания – это профессионализм и ответственность всех работников. «Мне с коллективом повезло», – говорит Ирина, – «а потому эта награда – общая заслуга». «Наша работа важная, сложная, и выполнять ее надо безупречно. Мы в «Сибирске нефтегазе» привыкли работать на результат. Поэтому я очень рада и надеюсь, что это моя не последняя награда». Главным подарком к профессиональному празднику газодобытчиков стало выступление участников корпоративного фестиваля «Энергия талантов». Первой на сцену вышла Ильяна Кузнецова. Я очень благодарна нашему обществу и нашей компании за то, что у меня лично есть возможность проявить себя еще и с творческой стороны. Огромное спасибо. С музыкальными и творческими номерами на сцену выходили не только сотрудники общества, но и их дети. Запомнилась зрителям и стихотворение инженера ПТО Анны Гафуровой. Девушка много лет увлекается поэзией. В этот раз произведение посвятило любимому городу. Все люди разносторонние, творческие. Очень интересно было как поучаствовать, так и посмотреть на других участников. В этом году в рамках фестиваля был проведен фотоконкурс «Лето – это маленькая жизнь». Все желающие могли поделиться летними впечатлениями. Посмотреть работы можно было на выставке во Дворце культуры. Татьяна Забродина, Алексей Емелев, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Добавь энергии родному городу под таким названием 2 и 3 сентября в семи муниципалитетах округа состоится онлайн-забег. Новый уренгой в списке есть. Участникам нужно зарегистрироваться в мини-приложении «Бег» ВКонтакте и пройти трехкилометровую дистанцию в указанные даты. Это мероприятие – часть конкурса. Города-участники соревнуются за звание самого бегающего. Победят пять самых спортивных населенных пунктов. Итоги озвучат на Восточном экономическом форуме. Подробности в телеграм-канале окружного департамента по физической культуре и спорту «Ямалспорт». Погода решила порадовать ямальцев бабьим летом. 31 августа и 1 сентября воздух днем в округе прогреется до плюс 20 градусов. Ночью холоднее – до плюс 2-7, а местами до плюс 12. Метеорологи обещают на этой и следующей неделе сухую и теплую погоду, преимущественно без осадков. Но будет ветрено до 12 метров в секунду. На этой позитивной ноте завершаем выпуск новостей. Информационный блок продолжит программу «Патруль». До встречи в эфире. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова